Всем привет! С вами канал Лучшие в мире. Сегодня я расскажу и покажу, как нанести антидождь. То есть, для чего он нужен? То есть, представьте, вы едете по дороге, внезапно начался дождь, и у вас, например, вышли из строя дворники. В таком случае он будет просто необходим. На скорости от 80 км в час и выше вода будет просто утекать вверх и разбегаться в разные стороны. То есть, капли будут очень быстро растекаться. Причем, даже сильный ливень, когда двойной режим дворников не спасает, облегчает вождение намного. Ну и также стекло будет держаться более долго чистым, потому что грязь вместе с водой будет утекать. Особенно эффективно это будет на боковых поверхностях, потому что то, как бы через воду ничего не видно, а то, как бы, будет все это тоже улетать назад. Предварительно надо подготовить стекло. То есть, желательно спирт с содержащим раствором, салфеточками протерли, насухо вытерли, затем наносим антидождь. Я купил вот такой антидождь, уже им пользуюсь более двух лет. Результатом остаюсь вполне доволен. То есть, пузырек хватает надолго. Смачиваем салфеточку и натираем. Так, ну вот, салфетка готова. И наносим по всей плоскости стекла. Стекло станет мутным, когда высохнет такой матово-мутный цвет. После того, как нанесете на все стекло, надо будет это все располировать. Кто-то пользуется микрофиброй, салфеткой. Мне достаточно, в принципе, удобно, быстро и бюджетно. То есть, обычной двух-трехслойной туалетной бумагой. Так, ну вот, все стекло обработано. Сейчас посмотрим изнутри, как это смотрится. Вот, если обратить внимание, видно такие, как разводы. На всем стекле. Их необходимо теперь располировать. Берем то, чем будем располировать. И круговыми движениями. В среднем, но вот это большое стекло уходит порядка минут от 15 до 25. В зависимости, как быстро будете вращать руками. То есть, растираем антидождь до полного исчезновения разводов. Как изнутри стекло будет чистое и снаружи. Автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Чтобы было нагляднее, как это происходит, сейчас посмотрим, как изнутри чистое уже, натертое. И еще просто обработанное. То есть, вот, видим границу. Здесь уже располировано, а здесь еще надо поработать. эффекты антидождя обусловлены тем, что заполняются микротрещины в стекле. За счет этого вода стекает более гладко, и стекло становится как бы более ровной. В моей практике был случай, когда во время сильного дождя в городе меня окатывает встречная машина из лужи, то есть, заливая полностью стекло. Не успела дотронуться до дворников, чтобы ускоренный режим включить. Как от антидождя вода сама разбежалась, и я вовремя успел затормозить, так как меня подрезал другой автомобиль спереди. Вот еще об одной важной детали. При нанесении автодождя есть один нюанс. Если вы приедете на автомойку и помоете стекло мойкой высокого давления, то антидождь, к сожалению, смывается. Если на мойку ездите нечасто, то в зависимости от погоды держится от одного до двух месяцев. Так, ну вот, распылировка завершена. Сейчас посмотрим, как ведет себя стекло с водой. Ну, дождя пока нет. Сделаем это с помощью распылителя. Вот. И капельки побежали, побежали. вот также они в дождь стекаются. Ну, от того, что машина едет по инерции, капельки убегают чаще всего вверх или в стороны. т.е. выглядит это вот так. и как бы само очищается. Ну, в принципе, все. Если будут вопросы, пишите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. всего доброго. Всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok